Добрый день! Это Финансы Лайт и я Николай Вуздалин. Сегодня поговорим о том, почему же не получается структурно двигаться по намеченному маршруту. Ряд предыдущих видео были посвящены теме важности планирования в этой жизни. Но на индивидуальных консультациях я по-прежнему слышу главной проблемой – это отсутствие целенаправленного движения. Давайте посмотрим на ключевые моменты, которые создают непреодолимый барьер для этого движения. Первое – это горизонт планирования, который не позволяет посмотреть за него. Ведь мы не знаем, что даже нас ждет в следующем месяце. Что и говорить про то, что будет через несколько лет. Точно можно сказать только то, что мы будем старше. Поэтому каждый делает неимоверные усилия решить как можно больше вопросов сегодня. Причем все как можно эффективнее, одержимы как в песне Высоцкого. Верим, что тоннели выводят на свет. И главное – копать и не останавливаться. И не так важно, что нет карты куда копать. Зато есть аффирмации и самовнушения, которые создали нам правильный психологический настрой, что если я сильно хочу, чтобы этот тоннель вывел именно к моей цели, то по-другому быть не может. Только если мы говорим про финансы, то практика показывает, что примеров, которые привели к финансовому успеху на одном желании, почему-то нет. Пообщайтесь с миллионерами. Не с теми, которые учат, а с реальными, состоявшимися. Ведь они сами добились кропотливым трудом, потому что разбираются в этой науке и следуют четко согласно своим планам. Они из скромности могут сказать, что не знают, как так получилось. Они не будут хвастаться с трибуны об этом. Они изучали эту тему, эту науку о деньгах, как деньги могут зарабатывать деньги. И самое важное, что без плана это невозможно. Они научились строить планы и не тратили время на тренинги, как проснуться утром счастливым и богатым. Они знают на сто процентов, что не имея плана, как стать богатым, человек находится на пути, как стать нищим. И тоннель, который он усердно копает, выводит в нищету, хотим мы того или нет. Горизонты планирования, они в голове. Искусство составлять план далеко вперед расширяет этот горизонт. И когда человеку исполнится 65 лет, вот потом уже можно не останавливаться. Потому что если не сформировать капитал, то выход будет только один. Как бы это не было печально, но копать потом придется до последнего вздоха. Второй момент. Это расставив, а главное расписав свои цели, мы выбираем ориентир. А планирование – это конкретная карта шагов. Действий каждому ориентиру. Но я же не виноват, что карты у меня не было. И, наверное, не важно, в какую сторону я делал шаги, ведь я же делал. Но виноват в том, что все сделанные шаги спустя многолетней, порой даже очень трудолюбивой жизни, оказались не туда, не в том направлении, в котором я совершенно случайно оказался. Виноват же кто-то другой, ведь точно не я. Третье. Это четыре пути, четыре направления, из которых можно выбрать, по какому хотелось бы двигаться по этой жизни. Вариант А. Это когда расходы человека больше его доходов. И он живет в долговых обязательствах. По статистике так живет 48 процентов населения. Путь этот по жизни называется финансовое рабство. Вариант Б. Когда расходы человека равны его доходам. Разумеется, что жить свободнее, потому как не приходится переплачивать за пользование заемными средствами. По статистике в этой парадигме живет 47 процентов населения. Такой путь в жизни называется финансовое равновесие. Есть вариант В. Когда человек тратит не все, а всю свою жизнь откладывает и копит часть своего дохода. И с каждым месяцем, с каждым доходом его накопления увеличиваются и увеличиваются. И к выходу на заслуженный отдых у него есть капитал, который является его собственностью и может передаваться по наследству. Выбор этого пути. Финансовая независимость. А по статистике так живет только 4 процента. И наконец вариант Г. Это четвертый, можно сказать, продвинутый путь по жизни. Когда человек не просто копит деньги, а начинает умело запускать их в работу. Конечно он разбирается во всех финансовых институтах, а главное подбирает и использует разные инструменты именно для достижения тех целей, которым они соответствуют. Конечно этот путь самый сложный и обучаться и разбираться придется много и долго. Наверное поэтому статистика говорит, что таких у нас только один процент. Но все кто прошли или идут по этому пути, говорят, что цель оправдывает средства. И чем раньше человек начинает это движение, делать эти шаги, тем быстрее он выходит на то, что основной его доход он пассивный. И поставить такую цель и достичь ее можно не только к 65 годам, а можно раньше. А практика показывает, что все и начинается и упирается в планирование, причем долгосрочное. А не имея его, как правило все сваливаются на первый вариант А. Уважаемый зритель, остановитесь, подумайте, выберите вариант по которому пойдете, чтобы потом не пожалеть, а только потом начинайте движение. С вами был Николай Буздалин, смотрите Финансы Лайт, до новых встреч!